Привет! Космическая плитка шоколада с первого взгляда вообще не вызывает никаких съедобных ассоциаций, но поверьте, на вкус она еще лучше, чем выглядит. Зеркальный торт смотрится так аккуратно, что к нему вообще не хочется прикасаться ножом. На такой случай нужно иметь запасной торт, который будет не жалко разрезать. Следующий пирог был приготовлен в домашних условиях с самой обычной дамой без кулинарного образования. Фактории ведь ни одной этот шедевр напоминает творчество Винсента Ван Гога. Да, хоть это не полноценное блюдо, а всего лишь леденцы, но этот аккуратный и плавный градиент все время делает свое дело. Еще одна сладость, которую приготовили дома – конфеты космической красоты, которые вызывают ассоциации с какими-то ягодами с другой планеты. Иногда подобными идеальными переходами нас радует сама природа. Сложно поверить, что это просто случайность, а не запланированное человеком явление. Присылайте по ссылкам в описании под видео свои удивительные случаи из жизни. Когда видишь настолько безупречные блюда, то сомневаешься в их реальности. Но этот слоеный яблочный пирожок действительно можно спокойно съесть. Шоколадно-фисташковые конфеты тоже вызывают непреодолимое желание тут же попробовать красоту на вкус. И он тоже не должен разочаровать. Чем меньше блюда, тем кропотливее становится его приготовление. Буквально ювелирная работа, в которой нельзя допускать никаких ошибок. Чтобы кофе вызывал восторг, не обязательно даже обладать мастерством художника и наносить на пенку сложные рисунки. Достаточно просто приготовить его в таком слоеном виде. Подача блюда играет важнейшую роль в его восприятии. Когда тебе на стол выносят такую красоту, то ты уже понимаешь, что это не просто еда, а чей-то очень упорный труд. И ведь в данной ситуации даже не пришлось идти в ресторан для гастрономического восторга. Кокосовые рыбки плавают в озере под названием эспрессо. Да, в таком виде вы этот напиток еще точно ни разу не видели. Идеальный рататуй, который вызвал восхищение даже у повара, приготовившего его. Сложно устоять и не сделать снимок, чтобы потом всем хвастаться своим кулинарным гением. Над следующим блюдом уже точно старался профессиональный повар, который всегда пытается достичь идеального результата. На меньшее ни он, ни гости его заведения не согласны. В нечто совершенное может превратиться даже самое обычное мороженое в стаканчике. Маленькие радости, которые поднимают настроение в любом возрасте. Когда начинаешь разглядывать этот мраморный кекс, то в первую очередь тебя интересует способ приготовления, из-за которого такая красота вообще может быть реальной. Черничное желе с йогуртовым муссом – это десерт, от одного вида которого просыпается аппетит, даже если ты вообще не хотел есть. В рекламах бургеры всегда выглядят идеально, ведь в процессе создания участвует очень много людей из самых разных сфер, не только с кухни. Но в реальности настолько аккуратную еду редко можно встретить, только если повар действительно получает наслаждение от своей работы. Не обязательно быть всемирно известным заведением, чтобы твои блюда отличались в хорошую сторону. Этот снимок был сделан в маленькой французской кофейне, о которой мало кто знает. Вроде бы нет ничего банальнее, чем яблочный пирог, но только если речь не идет про мастера с превосходной фантазией, который даже такое простое блюдо может превратить в шикарную розу. Брускетты с томатами, соусом песта и базиликом. Все еще думаете, что бутерброды – это сомнительный перекус? Они быстро вас убедят в обратном. Этот покет тоже был собран обычным человеком на домашней кухне. Жаль, что перед употреблением все придется перемешать, но завтракать все-таки хотелось больше, чем любоваться красотой. В этом случае суши выложили на тарелки таким образом, что они стали еще аппетитнее. Хотя многие бы согласились их попробовать и без особой подачи. Просто обычным пончиком это назвать у меня язык не повернется. Очередной настоящий кулинарный шедевр – ничуть не меньше. Куриные яйца маринуют для того, чтобы потом добавить их в суп рамен. Но есть и те, кто предпочитают их есть в качестве самостоятельного блюда. Особенно, когда они выглядят настолько хорошо. Уже не просто хлебное изделие. Этот багет обладает каким-то гипнотическим узором, а его свежий аромат можно почувствовать даже через экран. Капкейки, украшенные розами. Уверен, что на создание самих роз было потрачено больше всего времени, чтобы все получилось настолько аккуратным. В этот самый момент понимаешь, что ты не зря столько времени в детстве играл в Тетрис. Теперь ты умеешь складывать идеально вообще любые предметы. Просто открытая банка с мороженым, поверхность которого, на удивление, оказалась идеальной плоскостью. Автор фото в моменте даже перехотел есть такую красоту. Да, это все ручная работа. Украшение наносилось слой за слоем, пока весь корж не скроется под розовым кремом. Встречали что-то похожее? Присылайте мне свои фото. И еще одна ситуация, связанная с мороженым. Кому-то удалось собрать ложкой идеальный шар, когда нашел свое призвание по жизни. Плитка ультра-черного шоколада с 90% какао. Его главная особенность в том, что данный шоколад тоже был приготовлен на самой обычной домашней кухне. Упаковка куриных яиц тоже может быть с легким градиентом. Даже не верится, что это просто случайность на производстве. Такое чувство, будто их кто-то вручную укладывал по цветам. Целая сковородка китайских пельменей и господин кот собственной персоной. Он явно дожидается конца фотосессии, чтобы ему уже наконец дали попробовать пельмени на вкус. Интересно, а когда ты создаешь такие блюда, то заранее уже жалеешь о том, что кто-то съест всю эту красоту в течение пары минут? Обидно, наверное, такое осознавать. Ну, а на что-то подобное способен буквально каждый подписчик Фактории. Так что досматриваем выпуск и вперед! Радовать своих близких идеальной едой! Надеюсь, вы взяли что-то вкусное для просмотра, потому что от одного только вида следующего блюда мгновенно можно проголодаться. Да, это не настоящий лимон, но зато ты прекрасно понимаешь, с каким вкусом десерт перед тобой. С лимонным заварным кремом. Целая тарелка с закусками. Даже кажется, что здесь многовато еды будет. Но если речь идет про большую компанию, которую ждет длинный вечер, то в самый раз. Если и есть вафли, то только такие. Согласны? Для истинных перфекционистов нет никаких исключений. Все в этом мире должно быть приближено к идеалу. И от следующего пирога у них скорее всего бы полились слезы счастья, потому что он просто безупречен. Даже не к чему придраться. Остается только попробовать на вкус. А это еще не готовое блюдо, но уже вполне съедобная еда. Так выглядит смузи, когда его уже измельчили, но еще не вытащили из блендера. Еще один снимок, который доказывает нам, что матушка природа тоже умеет создавать идеальные продукты. Даже если речь идет о простом репчатом луке. И это яблочко тоже выглядит настолько безупречно, что даже начинаешь сомневаться, что с ним все в порядке. Примерно как-то так и выглядело то самое яблоко, которое съела Белоснежка. Следующий торт впечатлит уже любителей шоколадных шоколадностей, потому что внешне в нем все ровно так, как мы рисуем себе в фантазиях. Если вы считаете, что целая тарелка риса вас не способна удивить, то вы просто никогда не видели целую тарелку идеального риса. Девушка, которая готовила этот яблочный пирог Седрика Гроле, делала это впервые, так что повод для гордости имеется вполне весомый. Каждая зернышко граната в конце укладывалось вручную. Вот когда люди действительно готовы вложить всю душу в свое творение, которое обязательно рано или поздно съедят. Обычная сладкая присыпка для тортов наносится в каком-то хаотичном порядке. Ей просто, как бы это глупо не звучало, посыпают сверху. Но в этом случае было потрачено немало времени, чтобы выложить сложный узор руками. Какие могут быть посиделки у костра, если никто не взял с собой маршмеллоу? В нашем мире есть люди, которые умеют жарить этот десерт на костре до единственной правильной кондиции. Шоколадная роза в данном случае тоже не является полноценным блюдом, она лишь украшает основной десерт. Так что можно себе представить, сколько сил было потрачено в целом. И даже никаких дополнительных фильтров не нужно, чтобы этот снимок выглядел бесподобно. Кстати, это мороженое сделано из сладкого картофеля, одно описание уже интригует. Автор фотографии надеялся лишь на то, что его пирог внутри получился настолько же вкусным, насколько он симпатично смотрится снаружи. И скорее всего, так оно и есть. Да, даже обыкновенный бутерброд с сыром и колбасой можно нарезать идеально, но для этого потребуется потратить некоторое время на поиск подходящих ингредиентов. Вот как нужно укладывать чипсики на общую тарелку, когда вы собираетесь с близкими. А ведь большинство из нас даже не задумывается об этом. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!